1 2 3 1 2 3 начинаем мы начинаем к в н как говорится а сейчас здравствуйте все сейчас будет не гадание сейчас я немножко вкратце расскажу что нас может ожидать в следующем году кто меня знает всем привет кто меня не знает меня зовут алексей я еще раз говорю я мне на все все равно абсолютно на белых на красных на зеленых то есть я не за кого я просто говорю как мне сказали карты я не астролог но астрологию иногда смотрю потому что это очень интересно и иногда совпадают с картами астрологические всякие там эти нептуны и меркурий и марса вот эти вот совпадают они с картами действительно для фона наверно возьму карты уже старенькие так с чего бы начать я не не буду пока гадать на следующий год чуть чуть попозже погадаем уже через неделю через полторы сейчас у нас 16 число без 15 ровно 9 по местному времени по уральскому собственно говоря с чего начнется следующий год следующий год будет ударный а именно будет как карты мне показали четыре удара раковых раковых удара для страны первые два связаны непосредственно с президентом первые два связаны с президентом и с его действиями два вторые связаны уже конкретно судьбой страны вот так вот можно сказать то есть судьба страны у нас повторит историю у ну во многом я так думаю повторит историю царской руси вот почему-то вот у меня вот такое вот идет какого периода ну я думаю последнего периода николая второго вот что-то вот с этим будет связанное потому что очень много аспектов карты мне выдали очень много аспер аспектов там и военные и дорога военных к королю король утреф идет там очень много вопросов и очень много у меня выпадает как это выразиться грамотней очень много людей которые будут претендовать на престол вот так вот у меня выпадает минимум четыре человека будут претендовать кто это я не знаю но среди них есть еще одна женщина да действительно есть еще одна женщина все остальные мужчины один силовик это точно один силовик на него будут делать ставки он король пик выпадает но он долго не продержится экономически идет очень большая такая дисбаланс экономический потому что король пик не будет знать как управлять экономикой экономика это вообще рычаг ко всему так давайте пройдемся вкратце январь вторая половина января ударная удар идет от короля с чем это будет связанная будет я думаю будет это связано с слоу вторая половина января первое февраль февраль март окончание сло и как карты мне сказали это окончание но перевод ее на другую территорию другая территория с в о а ее окончание и перевод на другую территорию это я дословно говорю что мне сказали карты далее март апрель конец дороги короля трев то есть короля трев по сути после апреля мая вот куда-то дорога у него в другое место свернет мы его скорее всего мы возможно даже уже и не увидим король трев далее июль ударный июль идет июль удар с чем этот удар связан я не знаю это слишком далеко смотреть слишком далеко я не знаю но удар будет довольно таки сильный я так понимаю возможно июль август какой-то удар будет далее период у меня идет там возможны выборы это осень осенью возможны выборы это октябрь ноябрь и вот с выборами с этими выборами будет связано какая-то какое-то злоключение короче октябрь ноябрь приблизительно вот так вот следовательно четыре ударных периодом у нас будет давайте еще раз четыре ударных периода это вторая половина января возможно февраль так что у нас там еще было конец свого июль октябрь ноябрь подойти 4 считал четыре периода ударных и должен быть еще апрель май ударные но ударные они будут для короля трев вот как то так король трев четыре ударных периода ничего у меня почему-то хорошего не выпало даже мелких денег не выпало обычно мелкие деньги выпадают хотя бы сейчас даже мелких денег не выпало ни для народа не как бы этого не вообще не видно денег очень ярко будет красочно прорисовываться дележка наверху дележка как бы так это лучше выразиться престола не престола ну короче как то вот так вот кто-то будет рваться к власти всеми доступными способами и недоступными тоже знаете я человек независимый я гадаю вот на свою страну то есть я хочу для нее всего хорошего но я за справедливость то есть если где-то кто-то поступил несправедливо я хочу чтобы ему воздалось человеку по его заслугам вот он плохой там поступил неправильно он должен получить по по заслугам это мое личное мнение я придерживаюсь вот основы основ не уклоняться ни вправо не влево то есть чтобы было все по по справедливости как вот вселенная вселенная очень хорошо умеет расставлять все на свои места планеты солнечные системы там и не знаю кометы просто так она ну не может уничтожить землю она не может уничтожить луну вселенная она понимаете она вот все делает как сказать правильно как вот ей угодно так она все и расставляет вот так пусть же в этом году восторжествует это справедливость законная справедливость кто прав тот пусть и победит кто не прав тот пусть признает поражение ну вот как то так я хочу чтобы так было пусть восторжествует в этом году справедливость и лучше раньше чем позже ну вот как то так периоды будут не очень хорошие и откровенно они начнутся скорее всего с начала года каждый период будет ознаменован какими-то потрясениями среди в каждой колоде каждой колоде пике могло бы их и не выпасть везде пике везде удары карты у меня выпадают в принципе одни и те же как вот я гадаю да на какое-то событие одни и те же практически карты год пик падает одни и те же карты выпадают так что в принципе я не вижу никаких смыслов гадать на одни и те же темы поэтому я ролики то особо и не выпускаю погадаем на 2023 год немножко попозже пока я обрисовал вкратце по периодам что возможно будет я еще раз говорю возможно будет но при тех условиях что у нас сейчас скорее всего это будет наверняка то есть все начинается с удара вот этот год начинается с удара и заканчивается этот год скорее всего тоже ударом то есть весь в год в ударах вот как то так я еще раз говорю я такой человек что я за справедливость если кто-то поступил несправедливо неправильно я хочу чтобы ему воздалось кто бы этот человек не был какие бы эти люди не были я хочу что все было по справедливости если так у должно быть значит так должно быть а чё от этого уходить значит так распорядилась вселенная конце концов мы все люди мы все совершаем ошибки так или иначе мы все можем покаяться в грехах пока мы живы вот как то так вкратце 10 минут ровно я проговорил больше не буду занимать вашего времени я еще погадаю на 23 год открыто я уже думаю я знаю что мне выдадут карты я думаю это уже все знают к чему все идет но удачи вам всем не болеть мирного неба над головой спасибо что вы слушали небольшой такой сеанс психотерапии наверно до утешения всем добра мира счастья и ждите прогноза если кому-то интересно я еще погадаю еще поживу еще поживу немножко пока 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 Продолжение следует...